Два легковых автомобиля сегодня провалились в яму с горячей водой, которая образовалась на перекрестке улиц Фрунзе и семьи Шамшиных. Сначала там оказалась припаркованная Тойота, чуть позже компанию ей составил Ниссан. На месте ЧП работали мои коллеги. Здесь, на парковке бизнес-центра, по землю провалилось два легковых автомобиля. Серебристая Тойота и красный Ниссан. Сюда приехали экстренные службы. К 16 часам они уже достали автомобили из ямы. По чистой случайности автомобили оказались пусты. В момент аварии их владельцы были в бизнес-центре. О происшествии узнали по громкоговорителю. К этому моменту обе машины уже оказались в яме. Женщина и заметила, что провалилась одна машина и следом вторая. Наша машина была первой. Вторую машину еще можно было спасти, если бы спасатели вовремя, ну то есть как бы красный автомобиль, если бы вовремя оттянули. Потому что минут 10 или 15 она стояла одним колесом в яме, а целиком на дороге. Она говорит, красный же твой Ниссан. Я говорю, мой. Точно. Побежала, выбегая. То есть машина одна уже была наполовину в воде. Моя висела, ну то есть той стороной, где и водительская. То есть она вот так с краю стояла. И заднее колесо только было. Яма диаметром в 5 метров образовалась после прорыва теплотрассы. Горячая вода размыла грунт. Ущерб автовладельцам компенсирует компания, которая застраховала ответственность СГК в подобных случаях. Из-за аварии без отопления остались 21 многоквартирный дом и три больницы. Устранить повреждения должны до завтрашнего утра. Екатерина Радаева, Дмитрий Антипов. Новости ОТС. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова